На ступенях церкви Николай Чудотвор соберет свое начало Гребневская тропа, маршрут, который предлагает путешествовать не столько в пространстве, сколько во времени, познакомиться с историей храмового комплекса и, конечно, старинного ансамбля знаменитой Гребневской усадьбы. Чередой оригинальных мероприятий отметили День славянской письменности и культуры в Гребневе. Первое упоминание местной этой территории под названием села Чудриковское, оно фигурирует еще в летописях времен князя Дмитрия Донского. Эти земли принадлежали его двоюродному брату, князю Владимиру Серпуховскому и Храброму, чей засадный полк решил исход Куликовской битвы. От Богдана Бельского, князей Воронцовых и Трубецких, до генерала Бибикова и князя Галейцына в историю Гребневской земли усадьбы вписаны имена множества эпохальных личностей. В различные годы становилась она и центром культурной жизни. Да, честь твоя пройдет все грады, как эхо гор сквозь лес дремуч, творца бессмертной россиады, священный Гребневский ключ поил водой ты стихотворства. Эти строки, говорил Державин, посвятил Гребневской земле и творчеству поэта Михаила Хераскова, который, как говорят, именно здесь, в Гребневской усадьбе, завершил свою эпическую поэму «Россиада». История церковной традиции Гребневского храмового комплекса насчитывает порядка 250 лет и уникальна тем, что не прерывалась даже в советский период. Генерал Гавриил Бибиков действительно относился к молодым талантам с большим вниманием. Именно он разглядел в крепостном Данииле Кашине способности к музыке, и российская культура получила выдающегося композитора, одним из первых прославившего русское народное творчество в аранжировке классических музыкальных инструментов. Следующий год станет 10-м юбилейным для фестиваля, посвященного памяти композитора, рожденной Гребневской землей. Девятый год проходит наше мероприятие «Гребневская тропа». Гребневская тропа – это краеведческий маршрут, который позволяет приобщиться к истории нашего родного края. Но в нашей истории есть такое еще одно великое имя – Данила Кашин. И тоже девятый год мы проводим на нашей площадке Кашинский фестиваль. Фестиваль собрал в первую очередь поклонников народного творчества, как совсем еще юных музыкантов, так и опытных исполнителей. Открыл мероприятие «Гимн», посвященный памяти композитора. Одним из почетных гостей фестиваля стал Андрей Ковалев – музыкант, реставратор, бизнесмен и новый владелец усадьбы Гребнева. Обращаясь к жителям поселения, он признался, что решение о покупке усадьбы было непростым, но, возможно, судьбоносным. А какая история! Трубецкие, Голицыны, Бибиков, Данила Кашин, даже брат Александра Грина был владельцем этой усадьбы. И, может быть, это вот моя историческая миссия в том, чтобы ее восстановить. Наконец-то наша усадьба, которая была столько лет разрушена, находилась в упадке. Наша с вами давнишняя мечта, чтобы она была восстановлена, обрела надежду. Последние годы усадьба пребывает в действительно плачевном состоянии. Основной урон нанесли несколько пожаров, дождь, снег, скачки температуры и, что самое обидное, вандализм, значительно усугубили дело. Сам новый владелец отметил, что восстановление усадьбы обещает быть, мягко говоря, сложным. Если бы это не было памятником архитектуры, за год я, наверное, бы все привел в порядок, восстановил бы и сделал. Но это памятник архитектуры, и тут любой шаг, любое действие нужно согласовывать с соответствующими инстанциями. Поэтому это все будет не быстро. Будет привлечено огромное количество специалистов, экспертов, историков для того, чтобы понять, какой она была в разные периоды времени. На основании этого и основании технического состояния здания будет сделать соответствующий проект, который примерно через полтора года мы начнем воплощать в жизнь. По словам Андрея Ковалева, он пока не совсем определился с финальным проектом, предназначением усадьбы, но в данный момент вдохновлен идеей этнического парка. Что важно, вход планируют оставить свободным для посетителей. Местные жители ждут преображения усадебного комплекса с нетерпением. Если мы не помним историю, то мы никто. Просто радует то, что у нас сейчас появился спонсор. Надеемся на возрождение усадьбы не сразу, в течение семи лет. Если нас пугает, что там что-то будет непристойное, я не верю. Да, будет поставлено на рельсы туризма, но это прекрасно. Между тем, на фестивале новый владелец усадебного комплекса не остался в стороне. Он продемонстрировал, что он также человек творческий и исполнил несколько песен собственного сочинения. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова